Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша Шкудун. Давненько мы не виделись и не записывали с вами видео о криптовалюте. Сегодня я хочу поделиться новостями. Сегодня посмотрим мой криптопортфель. Собственно, он перед вами. Это, повторюсь, демонстрационная таблица, которая подвязана к Binance. Кто не знает, это одна из крупных криптобирж в мире, на которой я, собственно, зарегистрирован и на которой я торгую. Я оставлю ссылочку на регистрацию на биржу Binance, кто еще не зарегистрирован. Если вы этого сделаете, вы сможете получить кэшбэк на комиссии 5%. То есть без моей рефералки вы ничего не получите, а так у вас будет гарантированный кэшбэк 5% с торговых операций. Давайте посмотрим мою демонстрационную таблицу. Это таблица, которую я начал просто вести в качестве примера для вас. Например, если бы мы инвестировали 15 тысяч долларов, давайте я немножко изменю показатель. 14800 нужно добрать пару монет. Давайте я B2C сделаю 600 и Filecoin тоже сделаю 600, чтобы тут была круглая сумма. Эта сумма полностью демонстрационная. Я не вкладывал в криптовалюту такие деньги, у меня портфель поменьше. Но что здесь соответствует действительности, это вот эти монеты, которые есть у меня в портфеле. И цена, по которым я эти монеты покупал в свое время. Можете наблюдать, можете смотреть, можете повторять, можете покупать свои другие монеты. Тоже заносить это все в таблицу. Она невероятно упрощает жизнь. Не нужно постоянно заходить на Binance, в телефон, смотреть, как там что растет или падает. Вы зашли в таблицу, посмотрели, ага, тут падение жесткое. Все, закрыли таблицу и ушли на год. Ну, условно. Кто не видел мои предыдущие ролики, настоятельно рекомендую с ними ознакомиться. Вы более-менее начнете понимать, как работает крипторынок, во что инвестировать, во что не стоит инвестировать. Ну и, конечно, вы сможете таким образом отслеживать динамику роста или падения криптоактивов. Я не трейдер, я инвестор, я об этом уже рассказывал. То есть я инвестирую в долгую. Я вложил, забыл, докупил, усреднил и снова забыл. Кто следит за моим каналом, видит, что здесь появились две новые монетки. Это Dota и это OneInch. Вот по такой цене я их купил. И сейчас вот эти две монеты, они демонстрируют колоссальный рост. Я уже рассказал, по какому алгоритму и почему я выбираю ту или иную криптовалюту. Посмотрите видео. И эти две монеты я посчитал, что они важны. Тем более по OneInch. Один мой хороший знакомый тоже дал инсайт, что он будет расти. Я прислушивался тоже к его мнению, почитал об этой криптовалюте. И счел, в принципе, наши мысли созвучны, тождественны. Поэтому я вкинул небольшие деньги в эти две монеты. И что самое классное, когда ты докупаешь монету, ты усредняешь цену. И, соответственно, здесь ты вносишь, вот это поле будет меняться. Оно будет другим. Допустим, если ты купил монету условно по 40 долларов, по 50 долларов, по 60 долларов, по 70, то у тебя в среднем это будет 50. Цена, соответственно, будет коррелировать с той доходностью, которая имеет монетка по состоянию на сегодня. Биткоин у меня тоже есть. Он незначительный у меня в портфеле. Хотя, может, я его немножко докуплю, потому что он демонстрирует тоже рост. Раньше, если портфель с 15 тысяч, он у меня улетал в 5 тысяч, в 4 тысячи, то сейчас он отрыв сократился и составляет 3,441 доллар. Минус. То есть, если вы там, не знаю, вложили 10, те же монеты, вы получили тоже минус, но не такой большой, как с 15. Это просто вам наглядно. Что бы произошло, если бы мы вот фиганули 15 тысяч долларов в криптопортфель? Для меня такая сумма для криптопортфеля, она too much, как говорится. Нужно всегда диверсифицироваться, вот, вкладываться и в криптовалюту, и в банковские депозиты, в акции, и в облигации, и даже там займы давать. Ну, это уже такое дело каждого, каждый сам решает, куда ему инвестировать, инвестировать ли вообще. Некоторые пихают денежку под матрас, некоторые просто там на банковский счет отправляют каждый месяц определенную сумму и таким образом накапливают на какую-то цель. Но я для себя решил, что я в криптовалюту буду инвестировать, несмотря на страх и ужас большинства людей. Ну, потеряю деньги, так потеряю. Это ж мои деньги, не ваши, да, ребята? Я никого не призываю вкладываться в криптовалюту, я показываю вам мою историю, вот она перед вами. Я честен, я открыт перед всеми, кто смотрит мой канал, и кто меня знает, всегда знает, что я не обманываю, я всегда объективен и говорю правду. Поэтому можете наблюдать за мной, можете писать в комментариях ваше мнение, можете там делиться своими мыслями по отношению к криптовалюту и других активов. А мы двигаемся с вами дальше. Итак, у меня эфира немножечко, он пока в минусе глубоком, BNB в минусе, Ада, Солана, я Аду купил, кстати, достаточно неплохое количество монет, посмотрим, что будет дальше. Ну вот прям эти две монетки, Dota, Inch, они прям меня радуют. То есть при таких небольших вложениях я уже там заработал сверху немножечко денежек, что приятно. И криптовалюта вообще, я думаю, кто следит за трендами в курсе, что начал потихоньку расти биткоин, начал расти эфир. Эфир стоил, он откатился до 1900, и он снова начал подъем уже 2390, он как-то очень даже шустрее двигается вверх, чем биткоин. Я рассчитываю, что через год, через два, здесь мы увидим совершенно другие цифры. Я вам это все покажу, если, конечно, не продам портфель раньше, но я настроен на долгосрок и нацелен продавать чуть попоже это все, либо переливать в другие монеты, либо если я тут заработаю, допустим, я вложил 100 долларов, я заработаю 500, я эти 100 долларов заберу, остальные 400 оставлю работать. То есть вариативности здесь несколько, но если вы хотите заработать, понятно, нужно ежемесячно еще докидывать деньги в крипту при условии, что она будет расти. Я бы для себя решил, что частично там некоторые позиции я буду докупать. Понятное дело, львиная доля этих средств пойдет в сильные монеты, а меньшая доля в слабые монеты, потому что сильные монеты, куда ни крути, они стабильные, вероятность скама у них стремится к нулю в ближайшие годы, скажем так. Хотя на самом деле, учитывая, что биткоин, эфир, прочие альтконы ничем не обеспечены, что это спекулятивные активы, да, они немножко там подвязаны под технологии, но на самом-то деле все прекрасно понимают, что все хотят зарабатывать деньги. Вот все тупо хотят заработать деньги на этом, им плевать на технологии, им главное вложил тысячу и поднять 10, ну 5 как минимум, да. Вот логика у людей простая. А что там, какие технологии, им все равно. Ну, ребята, откроем страшную тайну. Есть полезные действительно, куда ни шло монеты. Есть там батя, вот этот биткоин, который уже проверен годами. И есть там шиткоины, так называемые, которые, ну вообще, они только на хайпе взлетели, и вот они как раз на хайпе могут упасть. Вот мне знакомый рассказывал, что у него был товарищ, который вложил в криптовалюту определенные деньги и хорошие деньги. Товарищ этот ему до поры до времени подсказывал, потом вот этот инвестор, кто вложил, решил действовать на свой страх и риск, пошел смотреть интернеты, читать там, гуглить, смотреть видео, читать статьи, и начал покупать вот эти шиткоины в надежде, что они вырастут. А некоторые блогеры, они продажные, они там специально хайпят, рекламят какую-то криптовалюту, чтобы другие в нее вкладывались, и в итоге все теряли потом деньги. И этот товарищ, у него портфель с плюса откатился на минус 3000 долларов. Вот просто за счет того, что он накупил всякого говна, извините, и потом они соскамились или там упали резко в цене, и он ничего не смог с этим поделать. То есть он может их до опупения держать хоть два, хоть три года, но цена не вырастет, потому что там уже скам или цена очень низкая, и чтобы она выросла, нужно ждать очень-очень долго. А сильные монеты хороши тем, что и цена, несмотря на всякие падения в краткосроке, в перспективе она все равно вырастет. Это я вам сейчас, кстати, продемонстрирую очень быстро. Я вам просто покажу график. Биткоин начал свой подъем. Очень длительный у него боковик, так называемый очень длительная расторговка, но он снова начинает подъем. А теперь вам маленький, но удаленький нюанс. Смотрим за пять лет график по биткоину. Вы посмотрите на эти цифры. 2017 год он доходил до 18 тысяч. Так? 2019 год он опустился до трех. 2020 год вот пик был 13 тысяч. 2021 год он был 60 тысяч. Даже 64. То есть вы понимаете, как меняется цена на биткоин? В 2017 году он даже стоил 1400. На всплеске в декабре был 19. Потом подупал. Снова рос, снова падал. И вот этот вот нереальный рост, который он продемонстрировал в 2021 году, он естественно, естественно, должен был компенсироваться вот этим падением. Я еще очень удивляюсь, как он не упал сюда. Ну, если не сюда, то хотя бы сюда. До 19 тысяч, до 20. Но он удержался на 30. И теперь он, скорее всего, пойдет вверх. Я могу ошибаться. Я не знаю, как пойдет график. Но я ничуть не удивлюсь, если он упал бы до 19. Вот как это было в 2017 году. Ведь после этого он тоже падал незначительно до 5, до 10. Потом 9. Потом 10, 11. Вот торговался в этом диапазоне. И 19 это был всплеск. И цена была более-менее адекватная для биткоина. Так что если он упадет на 19, на 20 тысяч, я этому не удивлюсь. Я скажу, окей, это будет вполне нормально для этого рынка, для волатильного рынка и для биткоина. Но если он пойдет выше и вырастет до 60, я тоже этому не удивлюсь. В 2015 году тоже он двигался очень постепенно. Он потихоньку 100, 300, 500, 700, 1000, 3000, 4, 5, 19. И потом была коррекция, падение. Совершенно справедливо. Причем он упал не на все 19, он упал до 3. То есть разница составила 16 тысяч долларов. Дальше он что делает? Он снова поднимается до 13 и снова падает до 4. Разница сколько? 9 тысяч долларов. Дальше он растет до 60, падает до 30. Разница в 30 тысяч долларов. Но эта разница вполне укладывается в общую динамику роста биткоин. Даже как-то странно, что он вырос до 60. Это либо киты какие-то заходили, очень крутые компании. Либо, ну не знаю, на хайпе это все произошло. На фоне коронавируса. На фоне девальвации доллара. Потому что США напечатало много денег. Я не знаю. Но это нереальный рост. И поэтому ничего удивительного, если биткоин падает до 20, даже до 19. До 10 он не упадет. Ну не упадет он до 10. Ему просто не дадут этого сделать. Как только он достигнет отметки 20 тысяч, его диким образом начнут скупать. И я в том числе. Это очень коротко было о биткоине. Еще один прикольный сайт CryptoBubbles. Мне он очень нравится. Который демонстрирует тоже рост и падение криптовалют. Смотрите. Большинство монет начали расти. Эфир на 10%. АXX начал расти на 100%. Я даже не слышал об этом. Мейкер, да, начал расти. И другие монеты. Очень-очень прикольно. Бинбишка чуть-чуть подорожала. Тенденция к росту наблюдается. И это очень-очень хорошо. Я, кстати, не знаю, что это за IXS. Он стоил 10 долларов, потом 13 долларов, потом сначала 9 долларов. Объем рынка почти миллион долларов. Но это прилично. Надо будет почитать об этой криптовалюте. Но сейчас не об этом. Ребята, вот такой экскурс буквально в то, что происходит. Экскурс в мои рассуждения по поводу крипты. Не смею больше вас задерживать. Спасибо, что смотрели эти видео. Подписывайтесь на канал. У меня канал не только о крипте, а о бизнесе, о путешествиях, о лайфстайле, о жизни. Если вам интересно, смотрите. Ну а с вами был Алик Шкудун. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин